Эту небольшую часть двора пришлось отвоевывать с боем, говорят активисты дома. Воевать пришлось с автомобилистами, которые, кстати, живут здесь же, но считают, что парковка во дворе важнее, чем детская площадка. Но два года назад зеленый уголок огородили и приступили к оборудованию площадки. Жители сами установили качели, построили песочницу, начали приносить игрушки, которые кажутся здесь повсюду. Разнообразили детскую площадку фигуры, которые Наталья Агафонова делает из пластиковых бутылок, автомобильных покрышек и неиспользованных строительных материалов. Посмотрела, вот некоторые дворы тоже это самое, благоустраивают, и мне захотелось тоже здесь сделать что-то для детей, для своих внуков и для детей в общем. И начинали еще как-то с мужем покойным, с сыном. Ну вот так и помаленьку, помаленьку и создавались эти сюжеты. Это несложно, это просто, знаете, желание, инициатива. Да, ведь в каждом дворе есть дети, и взрослые тоже могут это самое, и у каждого игрушки есть, и просто, знаете, собраться и своими силами сделать для детей все. Это же очень хорошо, даже прекрасно. В этом году двор стал еще уютнее. Коммунальщики уложили здесь асфальт, строители капитально отремонтировали крышу, во всех подъездах заменили старые окна на пластиковые, покрасили фасад. Особенно этот дворик полюбился детям. Сюда приходят детвора не только из соседних домов, но и из других районов города. Красиво, на качели качаемся. Много игр можно придумать тут, во дворе. Что нужно сделать, чтобы вот такая красота была везде? Постараться с жителем, наверное. Разбить цветники, посадить деревья, вынести на площадку игрушки под силу каждому из нас. На Кирово 87 жители уже сделали это. Соседям остается только сохранить этот веселый уголок, где могут мирно существовать животные, птицы и люди.